книга открытым оком тема коммунизм том 9 вопрос 2266 столько слышала о сергианстве что она является главной причиной для тех кто не хочет соединяться с московской патриархии из писателей нашей современности кто-то писал об этом явлении отвечает игнатий тихонович лапкин писали отец глеб якунин отец лев лебедев отец георгий эдельштейн и многие другие но очень хорошо и пламенно об этом писала зоя александровна крахмальникова вот выдержки из ее брошюры горькие плоды сладкого плена духовное сергианство и есть по своей сущности исправление подвига христа каковы же духовные плоды этого нового христианства что явил нам бог сегодня через 60 лет после решительных действий митрополита сергия избравшего новый курс для православия поклонение словесным идолам породила новое идолопоклончик идолопоклонство признавая радости гонителей своими надо было признать своими и те реальности которые формировали новое язычество когда старцу или азару было предложено по повелению господствующей власти цитата отпустить от законов отечеств отступить от законов отеческих и не жить по законам божьим 2 маковейской 61 а пойти на компромисс и притвориться всего лишь притвориться что он ест и доложертвенное мясо или азар отказывается отказывается несмотря на то что ему грозит смерть 2 маковейская 6 глава с 18 по 31 стихи история это замечательно не только потому что в ней мы узнаем о верности богу и о готовности ради нее идти на мученическую кончину в ней есть еще один универсальный для всех времен смысл гонителям отеческой веры не столь важно поклонение государственным или политическим идолам так сказать по совести совестью можно пренебречь им важно признание их религиозной доктрины даже если это признание всего лишь лицемерия им важно разрушить целостность веры ложью разрушить ее божественный максимализм отметим тут же еще один важный аспект которому наша мысль будет не раз возвращаться или азар принимает мученическую кончину как государственный преступник ибо он отказывается даже ложно признать господствующую религиозную драк доктрину он политический преступник также как три отрока брошенные в печь вавилонскую анания азария и месаил отказавшиеся поклоняться государственным идолам политическим преступником был и пророк даниил брошенный в львиный ров за то что продолжал вопреки приказаниям власти поклоняться своему богу и тем не менее нарушая церковную свободу и не принимая во внимание осуждения по этому вопросу собора церковная иерархия сергианского направления порождает и развивает новый тип христианства политическое христианство она развивается и крепнет в борьбе с обновленческим расколом в состоянии с обновленцы состязание с обновленцами за привлечение на свою сторону государственной власти и за получение ее признания впоследствии советские историки историки религии не без основания отметят что сергианство победив обновленчество принимает его принципы политизации церковной жизни дурные примеры как говорится заразительны обновленчество не только передает свои политические приемы сергианству но и традицию женатого епископата который процветает и сегодня в рпц политическое христианство как разновидность и неохристианство или обновленчество разрабатывает свою концепцию взаимоотношений между церковью и миром свою интерпретацию миссии церкви в мире эта интерпретация коренным образом отличается от евангельского откровения о боге человеке и церкви согласно евангельскому откровению христианство не может быть причастным ни к ни к какой политике ибо призвано находиться вне всех политических институтов и их доктрин она не претендует ни на какие блага всем мире царство мое не от мира сего говорит господь представителю земной власти евангелие от иоанна 18 35 царство христа к которому заповедано христианам стремится прежде всего превыше любой политики и любой идеологии созданной людьми мира сего ищущие его несут весть о вечной горней жизни а все политические системы заняты жизнью доли доли церковь призвана богом к определенному типу служения миру она призвана нести благую весть о надежде на воскресенье политическое христианство отказывается от этой миссии отказывается потому что не может не в силах нести благую весть о спасении души бог не даст политическому христианству силы заниматься и апологетикой которая необходима обществу нам заповедано не только молиться о властях и гонителях но и проповедовать им надежду на избавление от вечной смерти чтобы хоть одна душа могла узнать жажду спасения благодаря христианской проповеди и отстаивая право на апологию своей веры на проповедь христианин отнюдь не заботится о себе он призван одарить верой другого кем бы ни был этот другой сочувствующим христианству или гонителем христос говорит своим ученикам перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними марка 13 9 пред ними значит для них богу дорога каждая душа она стоит целого мира история христианства знает множество примеров когда мужество христиан перед мучителями обращала мучителей ко христу но слышали ли мы хоть однажды от тех из архиерея в котором предоставлена возможность проповедовать с экранов телевизоров из газетных полос слова в защиту истины политическое христианство это смоковница красующаяся листьями своими облачением своим но не имеющая плодов которые могли бы насытить жаждущих марка 11 13 поклонение словесным идолом приводит к беспрецедентному для православия идолопоклончество перед сталина но чем больше кодит сталину митрополит сергий со своими единомышленниками тем больше жертв требует вождь всех времен и народов в годы кровавого сталинского террора в лагерях и тюрьмах бесследно исчезают епископы священники монахи миряне только господь знает их число их имена митрополит сергий последующие за ним патриархи алексий пимин оповещают мира своей радости по поводу того что ссср единственная страна в мире в которой дана полная свобода религии и что никаких горений на веру ссср не только не было но и быть не может подспудно казалось бы незаметно вяжется цепь злодейских подмен цепь который по мысли врага рода человеческого можно удушить мертвая хваткой церковь возникает новые богословские концепции время от времени в журнале московской патриархии печатаются богословские обоснования этой невидимой лжи о положении православной церкви в черные простите этой невиданной лжи о положении православной церкви в черные годы ежовщины кровавого террора в годы лютых хрущевских гонений враг рода человеческого хоть и однообразен своих методах поругания истины но среди подмен впаянных в цепь предназначенную для удушения церкви есть не только грубая ложь лукавство искажение отречения лжесвидетельства есть и другое излюбленным приемом врага церкви церковного двойника является так называемая перемена знака превращение смысла в антисмысл это опасность давно была замечена учителями церкви а суть ее раскрыта в евангелии в разоблачении христом религиозных лжецов и лицемеров ваш отец дьявол он лжец и отец лжи и она 8 44 говорит христос тем кто считает себя религиозными руководителями богоубийство созрела в религиозном народе в народе хранящим обряды и стремящимся исполнять закон богоубийство созрела в синедрионе среди религиозных руководителей этот факт не только принадлежит истории он реальность мета истории свидетельствующая о промысле божьем относительно церкви богоубийство оправдана первосвященником каяфы в его богословие компромиссов убивая бога он намерен спасти народ спасти народ распявшие своего бога для того чтобы народ был послушен своим религиозным вождям для того чтобы он согласился на убийство бога его не не только нужно обмануть предложив ему цепь подмен для того чтобы подмены были приняты религиозные вожди должны внушить народу благоговение к ним к их святости нужно богословски обосновать на его христианство и или обновленчество назовите это как угодно и не только обосновать его связь социалистическим идеалом но и предложить обоснование мученичества без креста для этого лучше всего выбрать из духовного наследия православной церкви то что будет помогать двум ветвям неохристианство во-первых комфортному или благополучному христианству и во-вторых обряда верию подмены духовного плана как известно почти неуловимы до тех пор пока не явлены плоды евангелие дано нам как откровение о полноте бытия во христе при всей уникальности каждой личности и уникальности пути каждого ко христу нам не дано возможности исключить из евангелия то что нам не под силу ибо нам все не под силу стяжание благодати как цель христианской жизни стяжание смиренного духа достигаем достигаем отнюдь не лжесмиренным отношением к поруганию евангельских смыслов бытия а только отрицанием сатанинских искажений основ церковной жизни отрицанием провозглашенным с крови да как можно простите отрицанием провозглашенных провозглашенным с крови да как возможно стяжать благодать святого духа стяжать мирный дух чтобы спасались возле тебя тысячи по словам преподобного серафима если не исполняются еще раз простите да как возможно стяжать благодать святого духа стяжать мирный дух чтобы в кавычках спаслись возле тебя тысячи по словам преподобного серафима если не исполняются веления того кто подает благодать и кто из нас осмелится решиться на подвиги святых не умертвив своих страстей побуждающих нас к сатанинскому страху перед гонителями послушание есть осуществившаяся свобода а святость созидается в преодолении страха по свидетельству святых мы получаем истинную веру тогда когда идем до конца однако же комфортное и безопасное христианство ищет для себя святости или в обрядоверии или в интеллектуальном восхищении идеалами монашеского аскетического подвига подмена идеалов возможности жить согласно идеалам аскеза есть требование веры но она не может заменить веры лжесмирение и лжепослушание столь часто встречающиеся в нашей церковной среде сегодня есть результат духовной ревизии евангелия и предания от лжи аскезы веет духом и удушки духом фарисейства и обрядоверческого лицемерия жить по-христиански невозможно по-христиански можно только умирать но смертью в земной форме нашего существования это и значит идти до конца свидетельствует православный подвижник нашего времени автор книги о новопрославленном афонском старце силуане одаривший нас уже в двадцатом веке сокровищами своего опыта архимандрит сафроний сахаров видеть бога как он есть англия 1985 год страница 70 нельзя поставить для себя бутафорскую голгофу для того чтобы избежать подлинной цитата мы подвижничали и постились забывая о жертвенной христовой любви посол писал накануне смерти сергей иосифович фудель всю жизнь стремившийся к познанию непознаваемой полноты церкви узнавший тюрьмы и лагеря нищету и скорби оставивший нам в своих книгах свидетельства о страдании и радости во христе мы подвижничали и постились забывая о жертвенной христовой любви недоступной без духа святого ибо это он как поведали святые был свидетель страданий иисусов если как сказал апостол никто не может назвать иисуса господом как только духом святым то как же без него можно приблизиться к тайне и силе голгофы к ее любви но ведь именно вне голгофы или помимо голгофы мы хотим устроить новое не архаическое христианство долженствующее разрешить социальный вопрос христос иисус сказал апостол вчера и сегодня и вовеки тот же тут уже не инакомыслия о христе которая когда-то разрешалась на соборах тут два разных христа в наших храмах мы не услышим слова свобода хотя нам даровано свобода в духе святом и заповедано стоять свободе галатам 5 17 и не делаться рабами человека в 1 коринфянам 7 23 в плену в гетто все боятся друг друга если твоя рука случайно коснется кого-либо от тебя с ужасом отшатнется твой единоверец потому что в тебе может быть притаился без боязнь бесов церковном народе все возрастает она может соперничать по силе своей только с боязнью церковных стукачей но им как раз нельзя показывать свою боязнь и отдергивать руку напротив надо делать вид что что так положено бесы в облачении и штатском свободны в наших храмах они свободно ходят в трапезные монастыри заглядывают в алтари страшно считается что этот страх перед бесами можно преодолеть обрядом чтением акафистов молебнами сей рот изгоняется постом и молитвой учит нас господь но кто научит меня что такое в подлинном его смысле пост и что такое молитва кто сокрыл это учение от меня почему у него не про почему его не проповедуют в храмах не потому ли обличение бесплодных дел тьмы ефесянам 5 11 заповеданная нам стало называться осуждением и попала под запрет не потому ли говорить правду стало считаться греховным а лгать утаивать и лже свидетельствовать стало почитаться смирением послушанием и блаженством разве епископы правящие своими епархиями не знают что вера от слышания римлянам 10 17 почему же слышатся в храмах поучения об основах почему же не слышатся в храмах поучения об основах веры почему епископы не добиваются для своих посомых возможности катехизического обучения если и говорят о необходимости этого то только те которых епископат объявляет духовно заблудшими так называемые диссиденты именно эти в кавычках духовно заблудшие отнюдь не религиозные руководители добиваются разрешения властей на широкое и свободное издание религиозной литературы в различных ее канонах и жанрах именно они говорят о необходимости религиозных радиопередач но церковная иерархия по видимому из соображений особой мудрости молчит об этом а если вслед за духовно заблудшими в кавычках и повторяя что-то подобное то это звучит настолько невразумительно что надеяться на успех не приходится нужны творения отцов православной церкви но их смыслы влекут нас к тому чтобы поставлять себя перед судом божьим может быть от того и возникает страх перед книгами может быть поэтому боятся их те кто не добивается их издания сладкий плен приносит горькие плоды если христиане стремятся бог благополучию принимая условия мира они неизбежно принимают на себя болезни и пороки мира поклонись мне не обязательно сразу до земли можешь только преклонить голову сделать легкий поклон почти незаметный для чужих глаз мы будем об этом знать с тобой вдвоем но не так то прост миродержец хоть и прост хоть и просит в начале малого и не так то прост хоть и скупиться наградить щедро завала не скупиться на аванс знает что получит сполна в кавычках контракт всегда сопровождается заручениями и поздними сожалениями порукой выполнения контракта является досье в котором собраны компрометирующие клиента материалы на мытарствах души и как свидетельствует опыт святых будет почти тот же порядок бесы предъявят свое досье радостный плен митрополита сергия его единомышленников был не столь сладок как плен нынешних его наследников чем дальше шло время тем шикарней становился плен раньше торг шел на жизнь но постепенно страх за жизнь терял свою остроту все епископы которые отказались принять условия контракта и смогли бы отказаться от него исчезли с лица земли и началось простите все епископы которые отказались принять условия контракта или смогли бы отказаться от него исчезли с лица земли и началось новое епископство защищенное от тюрьмы и сумы симфония между государством и церковью зазвучала на новый лад остались лишь незыблемые основы симфонии в 1942 году московская патриархия выпускает итоговую книгу правда о религии в россии где черным по белому написано за 25 лет советской власти церковь испытала не гонение а скорее возвращение к временам апостолов это в кавычках правда принадлежит митрополиту сергию является фундаментом новой экклезиологии московской патриархии само этой фразе содержится не только ложь о положении церкви за 25 лет советской власти но и ложь о временах апостолов как известно времена апостольские отмечены жестокими гонениями и мученичеством апостолов с годами добровольный плен бесспорно становился все радостью радостями плена оказывались заграничные поездки роскошные покои дачи за высокими неприступными заборами черные и цветные автомобили радости плена приносили почет славу поклонения и наконец ордена и грамоты от властей а вместе с роскошью грамотами орденами и почетом безнаказанность и защиту со стороны властей защиту от тех кто посмеет церковным властям напомнить о христе став безраздельной владелицей миллиардов церковных денег иерархия оказалась неким магнатом получившим возможность бесконтрольно распоряжаться не принадлежащими ей сокровищами коррупция взяточничество рассветшие в период застоя в нашем обществе расцвели столь же пышно во всех звеньях церковно-административного аппарата приблизилась начало к завершению младенец превратился старика коснулась пуля из ствола мишени знамение крестная закончила рука земля в космическом пространстве черноты с лизинкой синей льдинкой кровавой к далекой вечности приблизилась впритык бортами полюсов качаясь влево вправо закончилась борьба судьбы делешь по континентам нациям и верам на миллиарды вопль дитя умножь подсчитывая прибыли потери учились убивать родить опять тянуть за одеяло до причала не зная волей божьей гнали вспять не соловьями пели выли и рычали а надо было всей земле всем людям чтить иегову библии прикрыться весь шар земной цветочное сделать клумбой доверившись иисусу не сектантским крысом на что не глянешь тянет все к концу к последнему поклону повороту морщинами дорог по скорбному лицу пугающие вести текут с кровавым потом летит последний тополиный пух осеменять пустыню бесполезно рыдайте не таясь вопите вслух быть может отодвинется возмездие так не хватает слез они не популярны валютой платят клоуном за смех сион встает звездой зловещей яркой три с половиной года отпущено на всех рассядутся сердца былых героев в преддверии пришествия христа тима скорби трауром всех выживших накроет час воскресения мертвых и суда настал 28 мая 2004 год игнатий лапкин